Камбоджа Камбоджа – это страна чудес. Это удивительное королевство объединяет древность и современность – монахов и бизнесменов. Камбоджейцы или кхмеры – это неунывающие мужчины и женщины, которые после многих лет войны и беспорядков стали радушными хозяевами, принимая нескончаемый поток туристов, которые приезжают увидеть Камбоджу. Одной из главных достопримечательностей является Анкор-Ват – самый большой храмовый комплекс в мире. Завораживающие древние конструкции напоминают нам о буддистских и индуистских корнях и рисуют перед нами яркую картину прошлого. Камбоджа все еще развивается как нация, и кхмеры лелеют надежду о лучшем будущем – будущем, наполненном надеждой, любовью и процветанием. Тим Мэддекс работал в Камбодже в начале 90-х. Когда он выполнил данное ему деловое поручение, Бог побудил его остаться здесь и учредить центр обучения миссионеров. Бог говорил мне очень ясно, почти на ухо, в прямом смысле этого слова, открывая его план для нашей жизни. Все было настолько ясно, что это должно было стать реальностью. Я даже не помню, чтобы я сомневался, а что скажет Венди по поводу всего этого. Я просто сходу сказал ей все, что Бог говорил мне. У Тима и Венди было двое маленьких детей – 4-летняя Шеннон и 7-летний Калеб. План был таков – оставить все, что у них есть, и стать миссионерами на собственном обеспечении и переехать на рисовые поля. Тим хотел посвятить свою жизнь на то, чтобы помочь к мерам восстановления и достижения процветания. Но что произойдет, когда закончатся их небольшие сбережения? Неужели Бог и правда призывает их к служению в таких сложных условиях? Я была в шоке. Сбито с толку. Мне кажется, во мне был дух непокорности. Мне было ужасно сложно согласиться, что этого хочет Бог. Все это казалось слишком странным. Тим и Венди любили своих детей и беспокоились об их будущем. На кону было очень многое. Бог призвал нас сделать что-то невероятное. Нам нужно было жить, как простые люди в той местности. Когда мы переезжали в сельскую местность, где в то время обосновалось большинство людей, местные жители в маленьких домах из палок, пальмовых листьев, бамбука и травы. В такой вот домик мы и переехали. Только подумать, мы переехали из большого кирпичного дома, в котором мы жили, в городе, в эту лачугу. Было невероятно тяжело. В голове крутилось много мыслей. В отличие от Тима, она не слышала ясный призыв от Бога. Она не видела перед собой широко открытые двери и усыпанную розами дорогу. Она не знала, сколько они продержатся, сколько продлится миссионерское предприятие. Но неожиданно случилось то, что заставило ее изменить восприятие. Бог сделал так, что мы получили письмо с деньгами от неизвестного человека. На конверте было написано аноним. Это случилось еще до того, как мы ощутили нужду в деньгах. Таким образом, Бог показал мне, что он силен обеспечить нас еще до того, как мы начнем нуждаться. Так, получив заверение от Бога, в его заботе Тим и Венди использовали свои сбережения, чтобы купить 42 акра земли в Камбодже. В 1996-м они начали работать над созданием центра обучения миссионеров, церкви, школы и приюта для сирот. Удивительно вспоминать, как Бог вел нас на протяжении 16 лет, которые мы здесь живем. Замечательно видеть, как дети растут, узнавая Бога, с надеждой в сердце и с перспективами на будущее. Сейчас в этом кампусе находится центр по обучению миссионеров, которые потом едут совершать служение на просторах Камбоджи и Азии. Медиа-центр, приют для сирот, в котором живут около 200 детей. Детский сад и школа до 12 класса, где с понедельника по пятницу учатся 350 детей. Кроме обычных школьных предметов, дети изучают английский, музыку, медиа-дело и, что самое главное, учатся служить другим. Школа может себе позволить оплачивать ставку нескольким сотрудникам, но по большей части своему функционированию школа обязана волонтерам. Только 10% учеников имеют возможность платить за учебу, внос составляет 90 долларов в год. Дети из приюта обучаются бесплатно, дети сотрудников тоже учатся бесплатно. Впрочем, как и некоторые дети из села, в другом случае они бы просто не смогли получать образование. Люди благодарны за такую возможность. Такие любящие родители, как Тим и Венди, приносят большую пользу в Камбодже. Когда приходит суббота, дети и местные селяне делают остановку, чтобы поразмышлять над многими дарами, которыми благословляет их Бог. Они собираются вместе, поют песни и прославляют Бога. То, что они видят здесь и узнают, приближает их к небу, их дому. Многие из них приняли Иисуса как своего спасителя. Пожалуйста, молитесь за миссионеров по всему миру, за таких людей, как Тим и Венди, которые посвящают свое время, энергию и свою жизнь для того, чтобы служить другим, как служил Иисус.